Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, дадим с вами комментарии, разберем. Здравствуйте, Галина! Часто смотрю вас. И сегодня я решила рассказать историю, с которой я уже могу смеяться. Если думаете, что это будет интересно, можете поделиться со всеми на вашем канале. Так что сегодня история о том, как может быть. Мне 45, я давно в разводе и ни с кем не встречалась, и не хотелось. И некогда у меня ребенок 9 лет, больной отец, есть чем заняться. К слову, у меня хорошая работа. Дома, одним словом, я не то чтобы живу на широкую ногу, но хорошо. Все вокруг начали говорить, что мне нужно хотя бы общение с мужчиной. Так как я очень занята, я зарегистрировалась на сайте знакомств. Я была без далеко идущих планов. Много восклицательных знаков. Ну что там кокетничать? Я в свои 45 лет выгляжу моложе. Писем было много, я не успевала их читать. Одним из писателей был турок. Моего возраста женат, но живет отдельно с женой. Я не собиралась строить отношения, хотела просто общаться. Мужского внимания мне хотелось, не волновалась по поводу, что он женат, но живет отдельно. Я просто думала, что если получится когда-нибудь иногда с кем-то встретиться, то я и не против. Он звонил в любое время, и я видела, что он действительно один. Но еще раз повторяю, я замуж не собиралась. Мы начали общаться, он профессор, имеет еще и бизнес, это точно не ложь. Я видела о нем информацию в интернете, очень хвалебные отзывы. Общение было хорошее, мы разговаривали на разные темы. Но и через две недели он говорит, а я приеду. Я растерялась, думаю, как-то очень быстро. Ну ладно, говорит, я купил билеты, забронировал жилье, еду через две недели. И как-то вечером просит у меня фото обнаженной меня. Я говорю, нет. И тут он как начал, я отменяю поездку. Я не могу ехать к женщине, которая мне не доверяет. Я ответила, окей, не приезжай. Кстати, правильный ответ был, здоровый, психики абсолютно. И прошел день, он снова пишет. Я сказала, что меня не интересует такое отношение. Он согласился, но вечером снова начал писать, что подумай еще раз, хорошо подумай. Я ему говорю, я подумала. А он проявил настойчивость, извинился и сказал, ну ладно, типа забыли, замял эту историю. Он сообщил, что все-таки он приедет. Итог. Через месяц после знакомства он прилетел. Я поехала на встречу, все было хорошо. Не супер-пупер, ну а просто хорошо. Мы не напрягали друг друга, мило общались, не нарушая личные пространства друг друга. Ну, как люди, которые уже виды видали. Разъехались, продолжили общение. Через два месяца он говорит, я снова приеду. Я ему, окей, приезжай. Он снова берет билет, прилетает, уже в другой город мы поехали. Когда он ехал, он забронировал квартиру и дал мне номер менеджера, чтобы я все вопросы обсудила. Ну, логично уже, не знает языка вашего, да. Я должна была заселиться вечером, а он прилетал ночью. Один из вопросов, который я должна была говорить с этим менеджером, это то, что можно ли оплатить не во время моего заселения, а утром, когда уже прилетит турок. Менеджер сказал нет. Тогда мы совместно решили, что оплачу я, а он по приезду мне вернет деньги. Я заселилась, оплатила, он прилетел. Все было хорошо, весело. В последний день нашего проживания он отдал мне деньги. Я положила их на тумбочку возле кровати, и они там долго очень лежали. Маленькое отступление. Квартира была двухкомнатная, гостиная, кухня, студия и спальня. Моя сумка стояла на тумбочке у входной двери в гостиной студии. Вечером я взяла деньги, положила в кошелек, в сумку. Оставила на том же месте. Утром мы должны были разъехаться уже. Позавтракали, поболтали. Он сказал, что приглашает теперь меня в Турцию. Я сказала, что у меня нет лишних денег на поездки, на что он ответил, что берет все расходы на себя. Мы разъехались, я села в такси, приехала на вокзал, сразу же села в свой автобус, был целый час до отправки. Мы переписывались, где он сейчас, как он, как я и так далее. И когда пришло время оплаты проезда, за проезд собралась, собирал водитель. Я достала деньги из кошелька и заплатила. А потом села и думаю, что-то не так у меня в кошельке. Снова посмотрела, пересчитала деньги и ровно половины нет. В кошельке у меня были только те деньги, которые мы отдавали тогда за квартиру. Я пользуюсь картами. Я еще раз посчитала, денег нет. Красавчик. Я пишу ему, что так и так пропали деньги. А он сразу, сколько? Как пропали? Не переживай. Если будут трудности, ты скажи, я тебе денег пришлю. Я ему говорю, не знаю, как пропали, и около меня никого не было. А он мне отвечает, как никого не было. А я? Ты что, меня хочешь сказать, что я украл? Меня обвиняешь? Я говорю, просто рассказываю тебе, что рядом со мной, кроме тебя, никого больше не было. Но я тебя не обвиняю. И тут он говорит, пардон. Из песни слов не выходишь. Иди нахуй. Ну и послал меня. А я думаю, ну послал и послал. Хорошо. Хорошо, до свидания. Приехала домой и меня так разбирает интерес. Я не могу представить, что он взял эти деньги. Походила, походила. Написала ему, что так, мол, и так. Мне нужна помощь денежная. И снова понеслось. Вот ты такая. Ты за целые сутки не поинтересовалась, как я залетел. Тебя интересуют только деньги. Иди нахуй. Снова. Ну, чтобы вы поняли, все это я писала не потому, что так уж нуждаюсь в деньгах. А просто у меня был ужасный интерес, как он себя поведет. Мы замолкли. Не пишем друг другу. Но одним словом пошла я, куда мне указали. Через недельку меня посетила мысль. Дорогая, радуйся, что сама целая вернулась. Спасибо, Боже, что взял деньгами. И все. Но не тут-то было. Через месяц после последней поездки пишет он мне снова. Я прилетаю на пять дней, приезжая навстречу. Я от возмущения чуть не упала со стула. И воспользовалась его фразой, указателем, куда мне пойти нужно было. Так ему и ответила. И такое дерьмо полилось. Если тебе нужны деньги, я тебе заплачу 200 долларов за день. Потом уже пишет. Нет, не заплачу, потому что ты старая. И дальше цитаты автора. Прям в письме она мне вставила. Вы неблагодарная стерва, как и многие украинские женщины. И закончил вас мысленно, когда вы говорили только о деньгах. Однажды вы пожалеете обо всех своих словах. А теперь убирайся из моей жизни, отвали. Это цитата, что он ей писал. Я уверена, что ты никогда не забудешь меня, лучшего мужчину, которого ты когда-либо знала в своей жизни. А также человек, ценность которого ты никогда не понимала. Вы идеальный идиот. Это какими комплексами надо обладать или наоборот, как себя любить, чтобы писать такие вещи людям. Если это он взял деньги, почему если, ведь мы были только двое. Как хватает совести вообще снова мне писать? Одним словом, мне уже теперь смешно все это, конечно, поучительно видеть. Осталось очень много вопросов без ответов. Но одну истину для себя я подтвердила, что никакое высшее образование и наличие профессиональных званий и денег не делает из тебя человека. Это правило распространяется на все страны и конкретно Турцию тоже. Прошу только без советов. Надо было идти в полицию и так далее. Я очень хорошо знаю, что делают в таких случаях. Дело не в этом. Хотелось бы, чтобы как психолог сказали, что думаете об этой ситуации. И, конечно же, сказали своим подписчицам мою историю. Возможно, кому-то она будет и полезна. Заранее спасибо. Желаю вам удачи. Знаете, что вы молодец. Ну что могу сказать? Советы не даем. Я тоже считаю. Зачем советы? Потому что история законченная. Советы не применить. Чужие они не нужны. Поэтому мы советов не даем. Мы просто как психолог. Что? Вопроса конкретного типа не было ко мне. Что мне делать? Как поступить? Что-то такое. Просто как о мужчине. Вы правильно подметили, что мужчина с комплексами, с проблемами. Ой. Я что отметила, что когда он с вами через месяц написал после второй встречи. Через месяц, когда он вас послал на х. А потом пишет, я приеду на пять дней. Так это говорит о том, что он месяц уже искал другую. Нашел, к ней уже летит. У него это конвейер определенный. И вас он просто позвал навстречу. И он не ожидал, что... Он повышает, конечно, самооценку количеством женщин. Никакой он не серьезный. Развлекается чувак, гастролирует. И он просто не ожидал, что женщина может его еще и послать. Она может быть самодостаточной. К сожалению, да, он ищет... Он замещается, повышает свою самооценку. Ищет слабых женщин. Вообще, честно, такое вот ощущение от него. Склизкости, мерзкости. Так неприятно. Это ужасно. Это дело не в Турции. Вы правильно подметили. Это правило распространяется на все страны. Я таких мужчин у себя на родине знаю. Это мог быть любой другой мужчина. Их таких навалом, если честно. Для этого... Хорошо, знаете, что вы в Турцию не ехали, своих денег не тратили. Вот честно скажу. Вот и все. Зарегистрировались на сайте знакомств для развлечения внимания. Вот получите, распишитесь, какое вам внимание, да, дали. Вот такое вот. Еще и послали кое-куда вообще. Ну, вот это вот про то, что отзывы хорошие в интернете, что у него какой-то вон там профессор и так далее. Вот это мне реально вот образ, какой гнилье на самом деле. И какой образ приемлемый, какие хорошие отзывы, какой он... Неудивительно, что он не развален, он не живет со своей женой. Походу он у нее такой, знаете, угнетающий, гнобящий. Вообще женщин ни во что не ставящие. Такие вот, как вы говорите, фразы, посылать на хэ и так далее. Это же базово говорит о том, что у него проблема. Это скрытая, подавленная когда-то, скрытая, возможно, агрессия на свою мать. У него проблематично, возможно. Я же не с астралом не связываюсь, судеб не предсказываю в прошлое. Я не смотрю, но как психолог могу сказать, что у мужчин очень часто такая агрессия по отношению к женщинам. Конвейер женский, поднятие самооценки, эго, либиды и тому подобное. Оскорбление, именно оскорбление, некрасивые слова, обзывательство, грубость. Это все, что, возможно, его в детстве убила мама. Он ей не отвечал, не мог ответить. Физическое воздействие было. Я оскорбляла, унижала. И маме он не мог противостоять. Сейчас такая песня бывает. Когда вырастает, потом ищет противоположность мамы, женщин. Или похожую на маму, но сводит с ней счеты. Очень часто, очень часто это бывает. Потом учить свою жену, садистические наклонности. У всех баб ненавидеть, обзывать, материть. Понимаете, когда у человека все в порядке с головой в этом плане. Вы даже сами по себе можете подумать. Вы будете обзывать, материть другого незнакомого человека? Конечно, нет. Ну, мало знакомого, да? А тем более, если у вас к нему какие-то чувства, какая-то близость была. Ну, ты просто и некрасиво, и невоспитанно. Это же говорит о том, что у человека столько, простите, говна внутри. И столько вот этого подавленного негатива и агрессии, что он не может контролировать. И вот так вот вербально, незнакомым даже людям об этом, женщинам. Не просто людям, женщинам. Это транслирует, ну, все в таком роде. Дело вообще не в деньгах и в воровстве. А мне в этой истории задело его личность. Гнилье вот это, фу, боже. Знаете, вот честно, не то, что деньгами лучше забрал, да все такое, хуже ничего не произошло. Честно скажу, хорошо, что вообще вы его таким увидели, сделали выводы. И желаю, чтобы в вашей жизни больше подобных мужчин не было, не встречалось. И вам всем, кто смотрит это видео, тоже желаю таких вот мерзких, гадких не встречать. Если у вас, знаете, захочется быть спасательницей, вы его не спасете. Ему надо восстанавливать отношения, претензии, агрессию со своей мамой. Вы здесь никто никогда не психолог, никто не поможет. Что ему с мамой надо? Я в том плане, психолог не поможет в ваших отношениях с таким мужчиной, потому что это проблема этого мужчины и его мамы. Это ему надо, к психологу, а не вам решать эту проблему. Вот я к чему. Спасибо за историю, которая уже закончилась. Раз советов не нужно, то пишите комментарии. Просто девчонки попадали ли что-то подобное. Типично турок-вор оказался. Хам и вор, вообще жесть. Конечно, это может быть везде и всегда, не обязательно в Турцию, но показательно. Так что знайте, что вам тоже может быть на просторах интернета, сайтах знакомств может встретиться. Какой фрукт может быть экзотический. С таким душком, гнилым, очень неприятным. Я оставляю почту под видео в инфобоксе. Пишите на почту ваши заявки, если вы хотите личной консультации. Либо присылайте ваши истории для того, чтобы я зачитала их в эфире в видео. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если считаете, что видео полезным. Скоро увидимся всем.